Арзамас представляет. Курс Андрея Ствацатурова. Американская литература 20 века. Сезон 1. Лекция 4. Джон Абдайк. Джон Абдайк один из самых значительных американских писателей. Он уже при жизни приобрел статус классика, хотя никогда не был культовый, в отличие от своего современника Джерома Дэвида Селлинджера. Смерть Абдайка в 2009 году не вызвала такого удивительного эффекта, как смерть Джерома Дэвида Селлинджера. Абдайк фигура действительно интересная. Он лауреат всех возможных премий литературных, за исключением самой главной Нобелевской премии. Ее Абдайк так и не получил. Но, тем не менее, все равно он остался значительным сильным писателем, о котором написано уже очень много книг, еще больше статей. И писателем достаточно плодовитым и продуктивным. Он оставил после себя очень много текстов. Ну, например, «Кентавр», «Ферма», «Четыре романа о кролике», «Кролик беги», «Кролик вернулся», «Кролик разбогател», «Кролик выздоровел» и так далее. Вот трилогия Бекки, огромное количество рассказов, сборник эссоистики. Также Абдайк автор коммерческих книг, такие как, например, «Гертруда и Клавдии» и «Листвикские ведьмы». Абдайк родился, в общем, в небогатой семье. Он родился в семье школьного учителя в годы Великой депрессии. И как раз была Великая депрессия в этот момент. То есть это падение в 1929 году, как вы знаете, произошел дефолт на Уолт-стрит. И практически спустя три года экономика Соединенных Штатов Америки, по сути дела, перестала существовать. Сначала был биржевой кризис, потом этот кризис перекинулся на промышленность, потом на сельское хозяйство, и затем банковский кризис. То есть был абсолютный паралич. Это ужасное событие для истории Соединенных Штатов Америки, особенно для тех людей, которые ставят в главу угла работу и деньги. То есть как вы себе представляете среднего американца? Человек, который работает, который что-то пытается добиться, который действительно к 50 годам накопил большое состояние, купил себе дом, автомобиль, обзавел семью. И тут он становится полностью банкротом. Все его сбережения в одночасье сгорают. Ну все, что делать? Вот огромная волна самоубийств, то есть жертв Великой Депрессии. То есть это очень серьезное событие в истории Соединенных Штатов Америки. И главное, Америка, которая позиционировала себя как защищенная страна, как страна просперити, в одну минуту превратилась в страну, где 25% населения нищих. Вот это страшное событие, оно, конечно, оказало влияние на сознание Абдайка. Абдайка вырос в бедности. Второй был момент тоже немаловажный. Абдайк заболел таким нервным заболеванием, как псориаз, который покрывает кожу человека такими кровоточащими язвами. И вот надо сказать, здесь довольно интересный момент, потому что вопрос в том, как человек реагирует на вот эту ситуацию. Как человек реагирует на бедность? Он либо пытается стать миллионером, либо пытается бороться за социальную справедливость, если он достаточно фантазии. Но в любом случае он становится бунтарем, как, например, Альбер Камил, который провел юношеские годы в абсолютной нищете. Так же точно и Абдайк. Или, например, псориаз. Ну вот почему там псориаз? Почему человек болеет, а другой человек не болеет? Вот человеку кажется, что Бог к нему несправедлив, что к нему судьба несправедлива. Он начинает всех подряд обвинять от родителей до школьных товарищей и конгрессменов. Он начинает обвинять Бога в этом во всем. Вот это интересный момент, но Абдайк совершенно иначе на все это реагирует. Он реагирует как трезвый, серьезный, думающий, религиозный человек. Он видит в этом во всем некие знаки судьбы. Он видит в этом во всем некий дар. То есть вот псориаз. Это значит, что я не должен выставлять свою личность на показ. Это значит, что я не должен везде себя показывать, представлять себя. Абдайк действительно принимает вот эту идею некой имперсональности. Он был действительно кальвинист. Но кальвинизм, конечно, он понимал достаточно широко и философски. Его кальвинизм был, разумеется, несколько смягчен идеями Кьорки Гора. Он был большим поклонником религиозного эксистенциализма Кьорки Гора. Он был большим поклонником замечательного теолога Барта или Паули Тилеха. Бард был кальвинист, Тилех был лютеранин. Между ними была очень интересная полемика, за которой Абдайк следил. Он был очень религиозный. Помимо этого, он читал англиканских религиозных мыслителей. Это был и современных мыслителей, разумеется. Он читал и Сартра, и Камью, и с ними всегда спорил. То есть вот это была, наверное, основная позиция спора с Сартром и Камью, с этими бунтарями, законодателями моды. Ведь и Сартра, и Камью говорили, что мир абсурден. То есть мир непостижим, мир непонятен. Версия, если не враждебна, то безразлична к человеку. В общем-то, Абдайк этой идеей придерживался. Он говорит, ну да, в общем-то да. Вещи безразличны человеку. Почему они безразличны? Ну, потому что мир не является человеческим. Да, действительно, мир не является человеческим. Вещи как будто бы абсурдны. Но это лишь первый взгляд. Это взгляд очень внимательный, трагический, важный. Но есть еще дополнительный взгляд. Есть еще дополнительный ракурс. Если вещь тебе кажется бессмысленной, то это еще не значит, что она бессмысленна. Если камень лежит просто так, это не значит, что он здесь просто так лежит. Если он здесь лежит каким-то образом, значит, нужно, чтобы он здесь лежал. Абдайк был кальвинист. То есть Абдайк предполагал, что да, смыслов нет, но есть замысел. В этом смысле он являлся во многом продолжателем Селлинджера. И многие критики говорили, что Абдайк начинается там, где заканчивается Джером Дэвид Селлинджером. Это парадоксально, тем более, что Абдайк опубликовал не очень приятную рецензию на одну из последних повестей Джерома Дэвида Селлинджера. Но вот если мы посмотрим на фотографию Джона Абдайка, ее несложно найти в интернете, такое спокойное, мудрое, чуть-чуть насмешливое лицо, в нем нет ничего высокомерного, нет никакой рисовки. Абдайк был надеждой семьи. Вообще, как всякий кальвинист, он считал себя избранным. Вот это очень важный момент, и ведь основной положник кальвинизма, да и все американцы, которые являются кальвинистами, они считают себя богоизбранными. Что это значит? Это значит, что они должны выполнять некую миссию. Вот у Абдайка, видимо, была какая-то художественная миссия, он мыслил себя таким вот образом, работать, растворяться в работе, выполнять некую миссию. То есть, выполняя некую миссию, ты тем самым приближаешь царство Божие. Труд очень ценен, всякий труд, неважно, какой, миллионер ты или дворник. Если ты хорошо работаешь, что это означает? Ведь работа имеет религиозный смысл. Если ты хорошо работаешь, значит, ты ни на что не отвлекаешься. Не отвлекаешься ни на какие грехи, ни на какие соблазны. Вот работа имеет такой религиозно очищающий смысл. И вот, соответственно, если ты вознагражден хорошо за свою работу, то, скорее всего, что в тебе мало грехов. Вот Абдайк был человеком очень трудоспособным, очень плодовитым писателем. Он обладал разными способностями. Но вообще он хотел, по-видимому, стать художником, как, собственно, его герой, его автобиографического романа «Кентавр» Питер Колду. Он очень неплохо рисовал, он колебался между творчеством и искусствоведением, он стажировался в Великобритании. Америка слишком традиционная в плане живописи и, наоборот, слишком авангардная. Поэтому он стажировался в Великобритании. А закончил он Гарвард, один из самых значительных университетов, куда бедным вообще путь заказан. То есть он был настолько способным мальчиком, что его приняли в Гарвард без денежной помощи. Вот он учился там среди этих снобов американских, среди элиты, среди тех людей, которые потом составят экономические, культурные и политические элиты. И действительно, он там очень хорошо учился. Но, конечно, у него появилась какая-то страсть к литературе. И долгое время он выбирал между искусством, между искусствоведением и литературой. И в итоге выбрал литературу. Он устроился через некоторое время в журнал «Нью-Йоркер», где он работал дизайнером. А потом там же опубликовал свои первые замечательные рассказы. Абдайк был человеком, который выработал целую эстетику. У него было представление определенного типа представления о мире. Оно не сильно менялось, надо сказать. Не сильно менялись его эстетические представления. В этом во многом и слабость Джона Абдайка. Он, конечно, менялась его поэтика, немножко менялся его язык, но в целом его мировидение не претерпело существенных изменений. Это, как я уже сказал, был кальвинизм, который был чуть-чуть смягчен философскими идеями. Бог, как мы знаем, и не есть ожидания человека. Мир страшно иррационален. Вещи, если не враждебны, то равнодушны человеку. Но самое главное здесь не это. Самое главное в кальвинизме, как и в лютеранстве, это то, что человек не является центром мира. То есть Абдайк, по сути дела, высказывает вслед за Лютером и Кальвином представление об антигуманизме. Что такое антигуманизм? Это не значит, что он не любил людей. Нет, Абдайк людей очень любил. Некоторые гуманисты хуже относились к людям, чем антигуманисты. Нет, Абдайк людей очень любил. Но это не значит, что он ставил человека в центр бытия. Ведь всякий гуманист человека вставит в центр бытия. Что это значит? Это значит, что человек более совершенен, чем минералы, растения, животные. Почему? Потому что у тех нет души, а у человека есть душа. Но человек еще и совершенен иногда более, чем ангелы и бог. Потому что это чистые духи, а человек является еще и духом и телом. Ну так, по крайней мере, рассуждали очень многие гуманисты. То есть вот это золотое сечение – это попытка вставить человека в центр мира. Что такое гуманизм? Это попытка измерить мир человеческими ценностями. Попытка измерить мир нашими приборами, которые сочинил человек. Попытка измерить историю человеческими смыслами. Вот есть только одно измерение. Мир можно измерять только Христом с точки зрения Абдайка. Только божественное измерение является правильным. А человеческие ценности, человеческие представления являются неправильными. Человек не источник замысла, человек — это часть замысла. Человек вовлечен в замысел, и более того, будучи, только будучи частью замысла, человек может осознать собственную конечность. Если человек существует сам по себе, то это значит, что он не понимает ровным счетом ничего. Он изолирован, и мир сведен весь к нему. Но когда человек становится частью замысла, он вдруг понимает свою конечность, он вдруг понимает свою недолговечность, вдруг понимает, что его жизнь — это всего лишь навсего отрезок, в лучшем случае, 90 лет, в то время, как Земля пребывает миллионы лет. Вот это очень важный момент не только для Абдайка, но и для всей американской литературы и для американского кино. Понимание замысла, понимание, как мир выглядел до человека, и, возможно, каким он будет выглядеть после, когда человечество закончится. Отсюда очень много апокалиптических и постапокалиптических мотивов в литературе Соединенных Штатов Америки. В чем смысл жизни? Вот это важный вопрос этики Абдайка. И вот человеческих смыслов там нет. Вот это очень важно. Смысл жизни только в одном — в том, что она продолжается. И в этом никакого смысла на самом деле нет. Для чего мы живем? Ради детей. А эти дети — ради других детей. Те дети — ради следующих. А в чем смысл-то? И вот этот человеческий ум очень проникновенный, бунтующий, он не желает признавать. Но смысл понятен Богу. Но человеку он недоступен. Человек обязательно запнется вот об эту странную вереницу событий. Вот на эти этические вопросы, по сути дела, роман и отвечает. А как нужно... Чем нужно сделаться, по сути дела? Как можно понять замысел? То есть, хорошо, вот я в центре бытия. Я сам все оцениваю. Вот это мое мнение. Самодовольного. В общем, глупого, среднего, по большому счету, среднестатистического человека. Ну, а как мне изменить эту ситуацию? Изменить можно, когда ты станешь частью замысла. А как мне стать частью замысла? А вот тогда, когда я не изымаю себя из мира, а становлюсь телом среди других тел. А это вообще невозможно, по сути дела. Но почувствуй, что ты являешься телом. Что ты не являешься мятежным духом, центром мира. Ты такое же тело, как другое тело. Вот это очень важно, когда ты вдруг чувствуешь свое материальное, может быть, сродство с жизнью. Признать в себе, что я тело – это уже часть какого-то важного процесса, чисто нравственного, по большому счету. Вот задача, которую ставит перед собой Абдайк, эстетическая задача. Это задача, которую можно свести к теории или идее безличной литературы. Ну, что это значит, безличная литература? Ведь автор сам пишет, создает литературу. Вот он, личность, он создает. Вот Абдайк говорит, что на самом деле нельзя утверждать свои идеи. Нужно, литература позволяет писателю немножко преодолеть свою личность. То есть, когда мы пишем текст, мы должны не столько следовать своим желаниям, потребностям, идеологии, сколько позволить миру развиваться художественному, которую мы создаем. Мы не можем изменить события в своих текстах по своей собственной воле. Вернее, можем, но это будут плохие тексты. Нам надо сделать все очень логично. А вот здесь уже роль нашей личности существенно снижается. Это называется правдоподобие, которое не имеет отношения к правде жизни, по большому счету. И вот Абдайк всегда говорил, кто я такой, как писатель? Я грифель карандаша. То есть, я это то, кем вводит кто-то. То есть, я это, возможно, увеличительное стекло, которое преломляет какие-то лучи солнца. Но я не тот, кто активно пишет. Я какая-то мембрана, нечто, которое улавливает всеобщие звуки. Вот это очень важный момент. Это идея безличного искусства. Я это карандаш, которым кто-то вводит. Ну, возможно, какой-то замысел. Вот Абдайк хотел пойти по тому же пути, как и Селенджер, не давать интервью, остаться только в виде своих произведений. Но он столько получил глупых, странных, невменяемых рецензий на свои ранние тексты, что он счел необходимым выступить и объясниться. И он давал интервью, хотя не очень охотно. Ему казалось, что он должен скрывать свое личность. Его личность должна быть прозрачной. То есть, у него должна быть говорить какой-то замысел. Вот здесь тоже возникает чисто кальвинистская идея. О чем роман «Кентавра», о котором мы поговорим, это одно из самых первых, самых лучших, самых значительных произведений Абдайка. Мне даже кажется, что оно слишком значительное было для столь молодого писателя. И он уж очень высказался в этом романе. Слишком много высказался, потому что следующие романы были, на мой взгляд, несколько слабее. Это был очень концентрированный, слишком концентрированный роман. Нужно было поберечь, поэкономить сил, лучше их пораспределять. Но, в общем, кто я такой, чтобы как-то оценивать вот такого действительно гения. Но «Кентавр». «Кентавр» — роман, который, по сути дела, рассказывает, отвечает на все эти этические вопросы. Главный герой — Питер Колдуэлл. Колдуэл, художником он гордится, живет где-то в мансарде, лежит на своей кровати ночью в объятиях обнаженной негритянки и разглядывает свои картины и вспоминает свое детство. Но, в общем-то, об этом мы узнаем только из второй главы. А до этого нам рассказывается о уроке, который проводит его отец о каких-то событиях. И тут во второй главе мы уже видим, что это события, это, в общем, мемуары, воспоминания этого Питера, который вот сейчас лежит ночью в кровати, обнаженный, занимается любовью периодически со своей подругой и смотрит на свои картины, пытается восстановить и оценить свою жизнь. Собственно говоря, возможно, что весь роман и выдумка этого Питера Колдуэла, это воображение, там действительно события, которых не было. То есть его отец тогда не умер, а он почему-то рассказывает и приводит его некролог. Вообще такого быть не могло. То, что происходило в романе, что-то могло быть, но далеко не все. И вот здесь, конечно, Абдайк включает очень важную идею. Идею, важную для любого писателя, которая перерастает из эстетической идеи в идею этическую. Вопрос. Как нам научиться писать произведения? Какие произведения являются настоящими? Все мы хотим, чтобы нас озарило какое-то вдохновение, воображение. Вот мы говорим, что источником воображения является наше собственное сознание. Вот у Абдайка совершенно другая версия этого. Для него, собственно, свобода. А когда мы пишем, мы в общем свободны, пребываем в состоянии свободы, иначе мы писать не можем. И вот для него источником свободы и воображения является не человек, а является бог. То есть свобода лежит по ту сторону воображения. Если у Сартра все рождается из человека, то у Абдайка все рождается по ту сторону человека. То есть воображение имеет трансцендентный характер. Что это значит? И вопрос можно переформулировать. Значит, воображение где-то существует до человека. Воображение — это то, что рождается в человеке волной замысла. Вот есть некий замысел. Есть некое движение волны сущего. И вот оно проникает в человека. Тогда, когда человек ощущает себя телом, как-то непарадоксально. И вот смотрите, что очень принципиально, что вопрос ведь не в том, как мне пробудить воображение, а как позволить воображению овладеть мной. То есть есть некая волна, которая входит в мое сознание, проявляется там как воображение, и я становлюсь художником, сопричастным миру. Вот здесь очень интересный парадокс, аналогия. Главный герой лежит в объятиях своей чернокожей любовницы. Вот тут такой возникает некий миф, потому что черный в Америке — это бессознательная Америка. То есть не только человек имеет бессознательное, что у человека есть сознание. Сознание — это его обязанности, это то, что рождает неудовольствие, необходимость куда-то идти, действовать, говорить и так далее. Вот это ясный, внятный мир, который мы видим. Есть бессознательное, к которому мы доступа, как правило, не имеем. Бессознательное требует удовольствия, реализации удовольствия и так далее. Ну и вот не только человек, но и культура имеет тоже сознание и бессознательное. Сознание Америки — это Уолл-стрит, это бизнес, это супермаркеты, магазин, это бессознательное, это мир дискотек, это мир чёрных, это мир вот этого танца, это мир телесных удовольствий. То есть тут такой культурный немножко код, культурный миф, главный герой, белый человек лежит в объятиях своего собственного бессознательного и смотрит на свои картины, мысленно их дорисовывая, и создавая при этом роман, который называется «Кентавр». То есть он позволил некоему внешнему воображению овладеть собой. Итак, роман состоит из шести фрагментов, его можно вообще принять за реалистическое произведение, там гиперреализм соседствует с мифологизмом удивительным и с удивительной символикой. То есть этот роман вообще воспринимался как бытовой роман, который так вот агрессивно расцвечен такими психоделическими метафорами, потому что Абдайк действительно мастер метафор, не просто мастер, это как какая-то лаборатория по генерированию гениальных метафор. Вот так он воспринимался как реалистическое произведение. Это шесть эпизодов из жизни, по сути, шесть больших эпизодов из жизни Питера Колдуэлла, который школьник, и его отца Джорджа Колдуэлла, который является школьным учителем и преподает предметы гуманитарного цикла. В частности, очень образованный человек, очень добрый, такой богоподобный, христоподобный человек. Вот, это какие-то эпизоды, вот он дает урок, в него кидают дротик, он вытаскивает, идет куда-то в мастерскую, вытаскивает этот дротик. Дальше какие-то эпизоды странные, там, авария машины, эпизод в спортивном зале, главный герой заходит, у него любовное свидание у Питера Колдуэлла с его подругой Пегги, он все стесняется и открыт, что у него псориаз. Ну, вот какие-то такие незначительные как будто бы эпизоды, и все это обрамляется мифом, древнегреческим мифом. Сразу же это очень легко заметить, что каждый герой имеет параллель в древнегреческом олимпийском сонме богов. То есть сам Джордж Колдуэлл — это кентавр, вот это такое мудрое существо, очень сильное, кентавр-херон, который был учителем всех греческих героев. Питер Колдуэлл — это приметей, который бунтует против Зевса, а Зевсом здесь выступает учитель Циммерман, директор школы. Также здесь есть и Гера, его любовница Зауч, также здесь действует и Гефест, это Гаммел, это человек, который осуществляет ремонт машины, их заправку. У этого Гаммела есть жена Вера, то есть, как вы знаете, у Гефеста была жена Венера, богиня любви, а здесь Вера, учительница физкультуры, очень любвеобильная. Здесь есть также и бог войны Ариэс, то есть Марс — это преподобный Марч, которого главный герой Джордж Колдуэлл встречает на физкультурных состязаниях. Этот Марч ухаживает за Верой Гаммел, так же, как и его прототип Марс ухаживал за Венерой. И, как вы знаете, согласно мифу, Венера изменяла своему хромоногому мужу с богом войны Ариэсом. Вот все герои имеют какие-то параллели, там есть и Исон, есть Аякс, есть и Ахилл, вот каждый герой имеет какую-то параллель. Там Док Апплтон, например, это имеется в виду Аполлон, его девственница, старая дева-сестра — это богиня Диана, предположим. Вот миф периодически исчезает, то есть там очень интересное взаимоотношение между реальностью и мифом. Иногда миф и реальность соединяются, например, с этого начинается роман. Вот главный герой дает урок, и мы вдруг понимаем, что это он и кентавр. Там у него копыта, он так цокает копытами, идет потихоньку, ему втыкают дротик в ногу, в лодыжку. С этого романа начинается, Колл повернулся, когда он повернулся, ему в лодыжку воткнулась стрела. Он выходит из класса, оставляет кучу в коридоре, он же все-таки кентавр, то есть лошадь снизу, отправляется вниз по лестнице, идет к Гефесту, там ему вынимают эту стрелу, он возвращается, дает обратно, снова дает уроки и так далее. То есть вот тут соединение мифа и реальности, вроде бы школа, урок и кентавр, который дает урок, как будто Гарри Поттера читаем. Есть эпизоды, где как будто бы миф полностью пропадает, мы его не различаем. Ну вот, например, герой подвозит какого-то бродягу или встречает по дороге каких-то бродяг, которые там ругаются. А есть эпизоды, где миф полностью побеждает. Ну вот, например, герой дает урок, и мы вдруг видим, что там нет ничего из современности, это какая-то лужайка, это какая-то Аркадия, сидит кентавр, перед ним сидят греческие герои, и никакой реальности современной нет. Вот это интересно. Важно то, что здесь мифологическая реальность есть всегда в этом романе, она никуда не девается, она иногда незаметна. То есть, ну, например, герой приходит в кафе Майнера Крэнца и говорит, кафе было похоже на лабиринт. Ну, вроде, да, кафе было похоже на лабиринт. Что такого? На самом деле, Майнер Крэнц — это Минос, а у Миноса, как вы знаете, был лабиринт, в центре которого жил Минотавр. То есть вот здесь все равно мифологема есть. Или, например, они встречают какого-то бродягу, который начинает, то есть Питер Колдул и Джордж Колдул, отец и сын, они идут в гостиницу. По дороге встречают бродягу, который обвиняет Джорджа Колдул в том, что вот он ведет мальчика в гостиницу, значит, он, видимо, педофил. Кричит там, что-то пьяное ему угрожает. Да, как будто бы очень реалистическая сценка, но на самом деле этот реалистический герой является Дионисом. Вот это довольно любопытно и интересно, но миф всегда присутствует. Как здесь все это происходит? То есть миф иногда исчезает, пропадает, вступает в место повседневности. Здесь есть три ракурса очень важных. Первое. Это взгляд на реальность. Вот когда он описывает действительно предельно реалистично, мы видим то, что мы видим у Сартера и у Селлингера. То есть мы видим, что вещи противоречат человеку. Мы видим, как ломается не вовремя машина. Мы видим, как не вовремя выпадает снег. Мы видим, как холодная вода обжигает руки. Мы видим, как человек падает, запинается и так далее. Вот мы видим реальность, которая враждебна человеку или равнодушна. Мы видим, как дети не слушают главного героя. Вот это чисто человеческая реальность. То есть понимание того, что мир абсурден и в нем нет смыслов. Иногда герои говорят, никакого смысла нет. Это все полный бред. Это все полная ахинея. То есть они повторяют вот эти революционные идеи Жанна Поля Сартера. Если смыслов в мире нет, то это означает, что с существующими смыслами надо бороться. Это понятно. Но это один ракурс. То есть бытовой человеческий ракурс. Абдай гениален тем, что он очень уважал своих оппонентов. Он понимал, насколько они пишут правду. Насколько выстрадана чужая идея. Пусть даже она неверна, неправильна, порочна. Но он понимал, что она выстрадана. Он никогда над ней не смеялся, но всегда с ней спорил. И выдвигал свою правду, которая находится в глубине этой правды. А здесь мифологический ракурс. То есть на мир нужно посмотреть какой-то иной оптикой. Вот первая сцена, когда дети втыкают в учителя дротик. Это очень символическая сцена. С этого начинается роман. Там такой смех всеобщий. Он смотрит на них. Там целая сцена. Как он чувствует боль, которая проникает в его... И вот эта сцена имеет два смысла. С одной стороны, вещи противоречат человеку и враждебно человеку. И дети атакуют своего учителя. С другой стороны, тут есть другой смысл. Который можно прямо в этом тексте увидеть. То есть дети приносят своего учителя как бы в жертву. То есть здесь возникает такой интересный, любопытный карнавал, в котором героя предлагают поучаствовать. То есть смотрите, с точки зрения человека, когда вообще в человека втыкается нож или что-то такое, ничего хорошего в этом нет. Но это человеческий взгляд. Возможно, с точки зрения какого-то космического разума, здесь совершенно иной и другой смысл. И вот каждая сцена, она прочитывается прямо противоположным образом. Она имеет иной смысл. И вот эта мифологическая реальность, мифологическое образование, мифологический пласт, он предлагает нам иной взгляд. Но здесь есть еще один важный момент. Дело в том, что вот эта оптика и символика, она является языческой. Между тем, Абдайк, писатель протестанский. То есть христианский, не просто христианский. Кальвинистский писатель. Кальвинизм — это явление, которое осуждает и католицизм, разные вот высокие конфессии за их дань язычеству, за вот эту обрядовость, за наличие лика богов и так далее. Для них это все дань язычеству, по большому счету. Посему, естественно, язычество является важным оппонентом. И вот это интересно. Дело в том, что главный герой, Питер, оба главных героя, Питер и Джош, они общаются с разными людьми. И все эти люди какие-то боги. Они им задают разные вопросы. Циммерману, то есть Зевсу. Доку Апполтону, Аполлону. Преподобному Марчу, Марсу. И никогда не получают ответа. Вернее, не получают ответ, но какой-то неполный, неполноценный и невнятный. Даже если ответ имеет христианский смысл. Или вере Гаммал, да, в Венере. То есть вот он ходит по этим богам и получает ответ. Но, то есть смотрите, вот эта реальность, она недостаточна. Здесь нужен этический план. И этический план задается христианской символикой. Город Олинджер, где все происходит. Это Олимп. Но это еще и Вифлеем. Когда падает снег, да, это саван, это смерть. Но с другой стороны, это некое благословение. То есть везде начинают просвечивать такие серьезные христианские смыслы. Вот в этой языческой символике. И это как бы завершает вот эту очень интересную картину. Но этически же это выглядит следующим образом. Что, собственно, происходит с главными героями? И с какими проблемами главные герои сталкиваются, по большому счету? Возможно, они вообще с этими проблемами, строго говоря, не сталкиваются. Возможно, главный герой все это себе надумал, придумал и так далее. И это просто сам себе воображает. Итак, Джордж Колдуэлл учитель. То есть у него есть проблема. Его не слушают ученики. Ему кажется, что они его не слушают. На самом деле они его слушают. С точки зрения космического разума они его слушают. Самое интересное, что мальчик, который ему больше всего досаждал, там, Дефендорф, который он считал неспособным, он-то потом и станет таким же учителем, как и его учитель Джордж Колдуэлл. Он-то и пойдет по стопам настолько. Джордж не видит реальности. Он не видит, что дети его любят. Он иногда отчаивается, когда детям говорят, что вы, учитель, мы же вас любим. Мне не надо, чтобы вы меня любили. Надо, чтобы вы просто тупо сидели и повторяли, что я вам говорю. Это говорит отчаявшийся человек. Будете плохо учиться, будете такими же, как я, нищебродом, который лохам преподает. Вот эти довольно горькие слова он говорит, хотя он учит их действительно великой мудрости. Он христоподобен, с одной стороны, с другой стороны, он отчаявшийся. Он узнает, что он чем-то болен. Ему кажется, что он чем-то болен. Боль в романе является важным символом. То есть боль в романе – это тоже некий божественный дар. То есть боль в романе – это то, что дает тебе возможность почувствовать свое тело как тело. Пока у нас что-то не болит, мы этого не замечаем. Пока у нас идеальное зрение, мы не замечаем, что у нас есть глаза. Как только зрение начинает падать, и мы надеваем очки, мы понимаем, что у нас есть глаза. Пока у нас пальцы работают, мы не замечаем этих пальцев. Когда у нас начинается артрит, мы очень хорошо знаем, что у нас есть пальцы. Мы очень хорошо чувствуем свое тело. Так что пока жена не ушла, мы не помним, что у нас есть жена. Вот это очень важный момент, то есть это момент подарков, это момент знаков, то есть ты чувствуешь своё тело, боль даёт тебе почувствовать твоё тело, почувствуешь, что ты не такой уж мятежный дух, то есть она немножко примеряет тебя, то есть она немножко заставляет тебя чуть-чуть смириться, то есть ты плоть, плоть недолговечна, плоть исчезнет в конце концов. Вот тебе какие-то знаки того, что она исчезает, ты всё-таки плоть, ты должен это понимать, ты ограничен, ты являешься воплощением, грехопадение есть воплощение, по сути дела, грехопадение происходит регулярно, то есть всегда происходит. Вот это очень важный момент, и Джордж Колдуэлл на самом деле всё время борется с вот этими противоречивыми психологическими состояниями. Как в нём проявляется гордыня? Есть два состояния. Это гордыня и смирение. Других нет. Вот всё многообразие наших человеческих чувств и переживаний сводится Абдайкам к этим двум состояниям. Причём они не могут всё время человека атаковать. Каждую минуту они сменяют друг друга, показывает Абдайк очень тонко. Нет, человек испытывает разные эмоции. Он ест, спит, пьёт, занимается любовью, но всякий раз это череда вот этих состояний. Надежда может молниеносно смениться отчаянием. Любовь к миру может смениться невероятным унынием и депрессией, что есть, в общем-то, проявление гордыни и греховности. Герой боится, что он заболеет. У него вот эта боль. И вот он боится, что у него рак. Ну, выясняется, что рака у него нет. В конце он принимает решение жить ради семьи. До этого у него нет этого желания. Уму хочется, чтобы всё закончилось. Он так устал от жизни. Вот так забиться в себе, почувствовать эту боль и тихо-тихо умереть, и это было бы так здорово. Но он принимает другое решение. Он принимает жить ради детей, ради кого-то. То есть это очень важный момент. Понимание того, что ты не одинок. Вот это очень важный момент. Понимание того, что ты часть замысла. Вот он приносит, показывает сыну портреты. Говорит, это твой прадед. Это дед. Это я, это ты. И тут должен висеть ещё портрет твоего сына. То есть ты звено в некой цепи. Я должен жить ради того, чтобы продолжалась жизнь. Вот это очень важный момент. Герой как бы искушаем вот этим желанием выпасть из этой цепи, стать изолированным. У Питера Колдуэлла бунт, как у всякого молодого человека. Причём фридийский бунт против своего отца. Он всё время говорит, он осуждает своего отца за то, что там отец неадекватно себя ведёт. Он говорит, я его убиваю. Он периодически говорит своему отцу, которого он безумно любит. Но при этом он бунтует фридийски против своего отца. Так же, как он бунтует против богов, против Зевса, против Циммермана. Он Прометей, который бунтует против богов. Но в конце концов он говорит сам себе, ведь я по сути дела со своего отца. И больше ничто. Я продолжение вот этого. Но иногда в нём рождаются ещё другие мысли. Зачем жить ради другого? Он смотрит на свои картины и говорит, они бездарны. Ради чего мой отец отдал жизнь, чтобы я рисовал вот эти бездарные картины. То есть вот это достаточно серьёзная очень проблематика. Смирение и гордыня. Вот это два состояния. Но в состоянии смирения ты причащаешься к жизни, к повседневности. В состоянии гордыни ты изолируешься от этой жизни. Вот, собственно говоря, об этом нам рассказывает роман Джона Абдайка «Кентавр». Следующая лекция про Генри Миллера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин